Добрый день, друзья! И сейчас у нас приключение пятое. Бибигон и пчела. Да-да, я бесстрашный, я храбрый, повторяет Бибигон с гордым видом, а потом, взмахивая цабли, и, вскочив на утёнка, поёт. Я знаменитый капитан, и мне не страшен ураган, и мчится к болоту, и требует, чтобы, увидев его, все лягушата кричали «Ура!». Конечно, это не нравится мне, я терпеть не могу хвастунов, но как мне объяснить ему, что хвастаться стыдно? Впрочем, на днях случилось такое событие, которое должно хорошо проучить хвастунишку. Сидел у меня на столе Бибигон, и силой и храбростью хвастался он. Но мне ли могучих бояться зверей? Я всякого зверя сильней и храбрее. Дрожит предо мной косолапый медведь, куда же медведю меня одолеть? Ещё не родился такой крокодил, который бы в битве меня победил. Вот этой рукой свирепому льву косматую голову я отрублю. Но тут прилетела мохнатая пчёлка. «Спасите!» — кричит он битого караул. И от неё, как от лютого волка, в чернильницу весь головою нырнул. «Спасибо!» — старуха ведосья схватила его за волосья. «Был бы, беднягий капот, прощай навсегда, лилипут!» Смотрите, такая чернильница. Раньше были такие вот чернильницы и такая ручка с пером. Туда махнут, потом пишут. Как высохнет, снова надо макать и писать. И со страху от пчелы у нас бебегон упал прямо в эту чернильницу. А чернила, видите, такого сиреневого цвета, фиолетового. И он весь стал тёмный. Упал туда. Хорошо его спасли. И вовремя. Но если бы вы знали, какой безобразный, дрожащий и мокрый, и жалкий, грязный, склоченный, еле живой, предстал он тогда предо мной. Мы схватили его и бегом на квартиру к самому старому мой додыру. Целый день мой додыр его чистил и мыл, но не смыл он, не смыл этих черных чернил. Впрочем, внучки мои не горюют. Пепегона, как прежде, целуют. Ну что ж, говорят, ничего, и черного любим его. И нам он, пожалуй, дороже. Теперь, когда он чернокожий, на милого негра похожий, да, и он не унывает, на крылечко выбегает и толкает. И толкует детворе, что гуляет на дворе. По Кавказу я скитался, в черном море искупался. Море черное, черно, все чернилами полно. Искупался я и разом стал, как уголь черномазы. Так что даже на луне позавидовали мне. — Почему ты говоришь о луне, Пепегон? — спросила тата и Лена. — Потому что луна моя родина. Внучки засмеялись. — Что за вздор? Он посмотрел на них и гордо сказал. — Да, я родился на луне, сюда свалился я во сне. Меня на родине зовут граф Пепегон де Лилипут. — О, если бы и мог вернуться я в мои родимые края. — А зачем тебе лететь на луну? — спросили у него тата и Лена. Он долго молчал, а потом указал на луну и вздохнул. Там на луне моя сестра. Она прекрасна и добра. Какое счастье было бы мне развиваться с нею, резвиться с нею на луне. Там у нее чудесный сад. Там звезды, словно виноград, такими гроздьями висят, Что по неволе на ходу. Нет-нет, ты и сорвешь одну. О, если б мог я поскорее на небеса вернуться к ней, И с ней по млечному пути, как будто по полю пойти. Я погулять и погулять в ее саду, срывая звезды на ходу, И, взявшись за руки вдвоем, слететь на землю, в этот дом, К вам в переделке на сюда и здесь остаться навсегда. — Неужели это правда? — воскликнул я. — Неужели у тебя там на луне осталась родная сестра? Он вздохнув еще печальный и тихо сказал. — Моя родная Цинцинелла сидит и плачет на луне. Уже давно она хотела на землю прилететь ко мне, Но стережет ее ужасный и отвратительный дракон, И пленницы своей несчастной на землю не отпустит он. Но сейчас, но час придет, рукою смелой врагу я голову снесу. Мою родную Цинцинеллу я от чудовища спасу. Вот смотрите, как он мечтает спасти свою сестру. А это автор и его две внучки сидят и смотрят тоже на луну. Всего вам доброго! Подписывайтесь на канал и жду ваших пожеланий. До свидания!